Привет! Привет, мои дорогие! Как и обещали, у нас сегодня прямой эфир с моей незабвенной напарницей, другом, партнером, соавтором курса «Искусство манипуляции авторов». Стань мастером ключей, любимой вашей рады русских. Вот, присоединяйтесь, пожалуйста. И сегодня у нас классная тема. Мы поговорим про новый формат реалити, который мы запустили. Я знаю, что у вас много вопросов. Поехали! Добавляю раду. Если кто-то еще не видел, то первая серия нашего реалити «Супер Женщина под ключ» уже лежит на канале «Женщины» в Ютубе. Привет, дорогая моя! Слышно ли тебе меня? Видно ли, все ли хорошо? Да, я думаю, все хорошо. Надо узнать только у зрителей, как у них. Да, вот вроде бы слышит. Доброе утро нам желает. Я сегодня в цвет твоих астр наделась. До фильтра! Да-да-да, все изменилось. Итак, у нас сегодня заявленная тема. Наша реалити «Супер Женщина под ключ». Я считаю, что формат зашел. Вот я сейчас открыла немножко синит у меня лицо, потому что я сижу перед большим монитором. Специально открыла серию, чтобы можно было обращаться к комментариям, которые девчонки пишут. Там уже почти 43 тысячи просмотров всего за три дня и почти по 400 комментариев, где делятся люди своими откровениями. Давай поговорим про это. В чем суть? И знаешь, самый главный вопрос, претензия. Поскольку я традиционно в наших эфирах в роли интервьюера выступаю, значит, проанализировала, конечно, есть всегда претензии. И опять мы в чьи-то ожидания не попали. Черт, так хотелось, всем понравится, но не вышло. Что типа? Лида прошла, значит, несколько наших курсов и как бы ни хрена не поняла, что это за такие хреновые курсы, что человек прошел, ничего не понял, и теперь ему нужно еще лично с наставниками встречаться и что-то там делать. И в очередной раз мы возвращаемся к теме того, как учиться, как воспринимать знания, как отточить свой запрос и вообще чья ответственность научиться, придя на курс. Но, в общем-то, вы знаете, наше реалити-шоу началось ровно с такой же идеи, что люди проходят наши курсы и ни хрена не понимают. Точнее, моя позиция звучала так, что я вижу девчонок в растерянности, которые получили инструменты, и они теперь, ну, грубо говоря, они научились там, мы их научили делать скульптуру. Да, вот она может взять и вытесать все, что хочет, но она не знает, что она хочет. И вот она стоит такая с инструментом и в растерянности не делает вообще теперь ничего. Потому что, вы знаете, человек, который понимает, что он теперь может делать все, что хочет, сталкивается с самой интересной проблемой в жизни. Он, наконец-то, приходит в точку, где ему можно делать, что он хочет. А он не знает, что он хочет. Потому что 100% людей всю жизнь выживают. Постоянно. И вот пример, который я рассказывала в реалити, когда я себя поймала на этом, я делала ремонт в своей первой купленной квартире большой в городке Чикистов в Екатеринбурге. И я помню, что я купила себе эту квартиру, я взяла кредит 80%, вообще заняла денег у подружки, работала два года на первый взнос. Я себе пообещала, что я ничего себе не буду покупать, никуда не буду ездить, пока не выкуплю квартиру и не сделаю ремонт. И вот у меня шел второй год этой истории. Я испугалась в какой-то момент, потому что я поняла, что скоро закончится ремонт. А я уже настолько глубоко попала в этот процесс, что когда я его закончу, я не представляю, что делать вообще. Хотя я стану свободной. И вы знаете, что большинство, например, людей, которые попадают в тюрьму, как только они из нее выходят, они идут на следующее преступление, потому что они уже не знают. Чтобы вернуться в привычную среду. Да, они уже не знают, что делать на свободе. То же самое, что мать, рожая дитя, она тратит на него несколько лет, и она понимает, что она уже никогда не сможет вернуться на прошлую работу. Этот разговор я прекрасно помню со всеми моими подругами, которые там в районе 25 лет родили детей. И у них была специализация, у них были должности, у них были какие-то выплаты с работы. И они говорят, ты знаешь, нам если сейчас вернуться туда, мы вообще уже не помним, что там делать. Они рожают второго ребенка, чтобы еще как-то оттянуть этот момент. И, в общем-то, я думаю, что люди, которые пишут комментарии, что вот ваши ключи полная хель, потому что участница посмотрела и теперь делать с ними ничего не может. Я думаю, что это те люди, которые никогда не придут к этой точке развития. Они просто всю жизнь выживают, и им хорошо и спокойно, потому что в их жизни никогда не появится больная, болевая, неприятная точка выбора делать, что они хотят. И для меня, конечно, я всегда говорю, что у меня позиция, что люди неравны. Есть люди, которые никогда друг друга не поймут. Я против толерантности и вот этой уравниловки, потому что, конечно, люди ценны только в своих стремлениях и в своей активности. И люди, которые хоть в какой-то активности для меня всегда являются признаком живого человека, я готова с ними вступать в диалог. А люди-критиканы, которые хотят просто оправдать свои страхи, оправдать то, насколько на них влияют СМИ, соседи, окружение, место, где они живут. То есть они защищают свою слабость и позицию того, что они испугались в какой-то момент жить и превратились в критиков. Я очень сильно разделяю эти две категории граждан. — Да, вот пишут слова согласия. Девчонки понимают, о чем говорим. Вы, пожалуйста, кстати, задавайте вопросы, что касается вообще реалити тех героев, героинь, которых мы планируем в следующий раз. У нас даже была шальная идея, может быть, едва ли в прямом эфире кастинг проводить среди тех, кто хотел бы. Но мы подумаем, как с этим быть, потому что можно брать это очень интересно, брать типа свежего человека и пытаться как бы показать, как научить учиться. Вот, у нас, в общем, всякие идеи есть. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. И в догонку к твоей мысли хочу поделиться. Значит, я вчера до пяти утра читала книгу, не могла остановиться. Мой мудрый муж, знаешь, он мне на днях говорит, я считаю, что ты дозрела до нее, и я могу тебе ее принести. Он давно прочел книги Идриса Шаха, это один из современных суфиев, к сожалению, его уже нет с нами, но, тем не менее, это как бы один из таких современных, очень ярких мыслителей. И он мне принес книги Идриса Шаха, и все, я пропала. И я сейчас читаю книгу, я хочу ее просто посоветовать людям, она называется «Учиться, как учиться». Это настолько резонирует с теми запросами, с которыми мы сейчас работаем. И там была такая фраза, которая очень ярко характеризует вот определенную категорию учеников, которые даже покупают курсы, приходят на него и потом являются таким, как бы, человеком, оттягивающим весь поток, и нас, в том числе, назад, выдавая очень много претензий, сомнений, у меня не получается, я вот и не верю, почему я должна сделать так, и там, и так далее, и так далее. Человек, который полон претензий, на самом деле пуст. Я вчера как-то прочла это, я закрыла, и мне нужно было посидеть с этой мыслью, я хочу ее передать вам. Человек, который полон претензий, он пуст, потому что претензия — это ничто, это не согласие с чем-то существующим, но это бесплотно. Вот, а человек полный претензий, он пуст, но это такая пустота, которая незаполняемая. Вот мы с тобой много раз говорили, что в полный сосуд нельзя долить ничего, но если он полный претензий, это еще хуже. Он и полный пуст одновременно, и поэтому ничего не заходит. Поэтому, если у вас вот есть вопросы, покажите книгу еще раз. «Учиться, как учиться» она называется. Вообще, почитайте, пожалуйста, про суфизм, это очень интересно, нигде нет точного определения, потому что это же такое, как бы смежное между религией, мистификацией, чем-то там потусторонним и вполне осязаемым. И, в общем, короче, это манко очень. Очень манко заниматься тем, ну, это философия на самом деле. Очень манко заниматься тем, что ты не вполне понимаешь. Но муж мой сказал, что я дозрела. Вот он ждал несколько лет, наблюдал за мной, мне это было так приятно. Я не знала, что я прохожу условно какой-то экзамен, но он понял по тем вопросам, по тем мыслям, которые меня в последнее время посещают, как раз из-за учебы. Так, сейчас я боюсь пропустить, там вопросы писали, пока я тут болтаю. Будет больше героев, класс. Но героиня у нас пока одна, вот пишут «Я хочу, я хочу реалити-вау», как можно стать участником нашего реалити-шоу, когда выйдет новая серия. Новая серия должна выйти на этой неделе. Участникам, ну вот я не знаю, мы сейчас примем решение, смотри, мы либо будем выбирать из тех, кто прошел ключи, потому что этим людям проще освоить, они уже как бы базу материала все равно имеют в голове. Либо все-таки у меня есть идея, может быть, брать свежего человека и знакомить их с нашим курсом, как бы, и на его примере показывать, что это такое, как работает. То есть мы этого не исключаем. Как думаешь? Смотри, работать с людьми, которые не прошли ключи, вообще бесполезно. Не получится, да, слишком сложно говорить? Вот смотри, у нас идея реалити возникла именно, чтобы девчонок, которые прошли ключи, углубить в понимание, потому что они в растерянности. И вы знаете, что когда вы получили знания, у вас может быть агрессия гораздо выше быть, чем когда у вас вообще нет знаний и ключей. Потому что вы начинаете очень много вопросов изнутри поднимать, у вас поднимается волна недовольства собой, вы становитесь раздражительными. И мы эту реалити делаем как такой мостик, да, чтобы было проще пройти этот путь, как бы внедрение знаний в жизнь. Потому что вот вам выдали знания, вот представьте, вы получили диплом, отучились там пять лет в институте, и все, вас вышвырнули на улицу, вы никому не нужны. Кому нужен молодой специалист без опыта, без стажа, без отзывов, без рекомендаций? И то же самое здесь происходит. Только ключи вы проходите там, например, за два месяца, одну ступень. И девочки всегда пишут, а можно нам оставить чат в Телеграм? И они там общаются месяцами, потому что им одним сложно и страшно. Они чувствуют, что они одни, общество больше, да, их общество. Они разделяют их интересы, взгляды, устремления. И они испытывают одиночество. И вы знаете, чем умнее человек, тем острее его одиночество. И когда вы, как все, вам кажется, что все нормально, у вас есть близкие люди, окружение, друзья. А когда вы начинаете сильно отличаться, когда ваш уровень интеллекта, скажем так, растет, вы начинаете испытывать одиночество. И наша задача — научить людей учиться как раз-таки, да, чтобы они, получив ключи, еще вот этот шлейф, да, который мы им даем, такой уже не слишком плотный, да, через экран, использовали как канатную веревку, да, как канат в тумане. Мы когда ходим в всякие сложные походы на выживание, у нас всегда с собой написано в списке вещей, которые нужно взять. Канат. Потому что если мы попадаем в горах с группой в туман, мы идем по веревке, по канату, мы обвязываемся. И вот это своеобразный канат в тумане, потому что что-то новое, оно очень непонятное, там легко заблудиться, ты не ориентируешься на новой местности, и начинается легкая паника, или даже нелегкая. И, конечно, нам проще помочь доосознаться человеку, с которым уже есть чем работать, да, то есть это уже не просто бревно, которое нужно рубить топором, понимаете, да, а это уже пластилин, то есть это человек, который уже в принципе готов меняться и хочет меняться, его можно лепить, и он не против. Просто он еще форму до конца не осознал, в которую он хочет войти. И для меня работать с человеком, который не знает материал, это черная дыра. Это вот люди, в которых невозможно наполнить, потому что они, скажем так, еще даже не попробовали уточнить свои запросы, свои цели и что-то впитать. А это медленный процесс. Ну вот смотрите, вот у нас в обсуждении возник ответ, каким образом можно попасть в реалити, можно попасть в реалити, только пройдя один из курсов ключей. Мы делали, как мы собирали заявки от девчонок, мы делали рассылку по всем тем, кто купил ключи. Любой из потоков, на самом деле без разницы, вы можете купить базовые ключи, в любое время это автопродукт, мы сейчас его не сопровождаем, там есть записи мастер-майндов, которые были на первых потоках. Вы можете купить любовные ключи, можете друг за другом проходить, это тоже автопродукт. И можете сейчас попасть в наш набор, который последний в этом году, получается, перед Новым годом такая мощная прокачка. С 1 ноября курс стартует, это деньги и самооценка. Но меня даже Маринка просит про это сториз записать, потому что очень много вопросов в директ задают, типа, в какой последовательности проходить курсы, и можно ли без базовых. Вообще-то, мы очень сильно рекомендуем, но у нас нет такого ограничения технического, что если вы базовые не покупали, вы не попадаете на самооценку и деньги. Но девчонки, которые доверяют нашему мнению, они сразу покупают базовые, проходят их заранее, и уже идут на поток с этими знаниями. Кто-то в процессе начинает смотреть, понимает, что не понимает, и докупает, потому что базовые можно купить в любой момент, посмотреть и обратиться к ним. Поэтому вот в такой последовательности. И мы по-любому будем продолжать, потому что стало понятно, что очень мы попали в мощную такую боль, которую очень сложно описать, с которой никто на самом деле не работает. Я посмотрела, уже после того, как мы вышли, я поискала, нет ничего подобного вообще в русскоязычном ютубе абсолютно. И это не профориентация, и это не шоу с переодеваниями просто там, и с тем, как человеку перекратить волосы и накрасить по-другому лицо. То есть это абсолютно уникальная вещь, родившаяся из нашей практики. Вот задают вопрос. Вдогонку после курсов с каким вызовом человек столкнулся? Как вы понимаете, что в развитии вышли дальше партнеры и пути назад нет? Улететь в голове можно далеко, но есть реальные люди рядом. Вот я типа нахожусь в поиске этого баланса после курсов, когда человек чувствует там свой потенциал какой-то больше и понимает, что тот, кто с ним рядом, он как будто бы уже не соответствует. Такое бывает после, на самом деле, любого трансформирующего обучения. Что делать людям, которые почувствовали этот дисбаланс? А я вообще не вижу проблем и не вижу в этом вопроса. Это вообще норма жизни людей, даже которые не проходили никаких курсов. Мы все в разной скорости развития, и, знаете, я вижу достаточно мало примеров дружбы на всю жизнь или семьи на всю жизнь. И даже дети с родителями тоже расстаются, потому что люди в разной скорости и у них разные интересы. Пытаться их удержать вместе — это насилие. Вы просто будьте готовы, что когда-то вы расстанетесь со всеми, кого вы знаете. С мужем, с родителями, с детьми, с лучшей подругой. Со всеми. С работодателем, со страной. Это норма. Не норма — это чтобы ничего не изменилось за всю вашу жизнь. Чтобы при вас всегда осталась подруга детства, друг детства, мужик ваш первый с вами до конца жизни прожил, с детьми у вас никогда не было расставания. Вы, знаете, всю жизнь в одной квартире все прожили. И вот и подруга в соседнем подъезде всю жизнь прожила. И ваши родители вот там же где-то рядом. Вот это, конечно, идеальная норма. Абсолютно в этом ничего странного нет, да? Вот прожить таким образом, чтобы никто никуда не сдвинулся ни телесно, ни морально, ни умственно, никак. Не эмоционально. Конечно, это очень забавный вопрос. Пребывайте дальше в своих утопиях. Вот. Не приходите к нам на курсы. Я всегда очень смеюсь, когда мне пишут какой-нибудь, знаешь, отзыв на наши продукты. Ну вот типа от того, как раскритиковали под ютуб-шоу, да? Что, видимо, Лида ничего не поняла от кого-то за говнокурсы. Я в каждом эфире обязательно говорю, люди, если вы не готовы к изменениям, вообще не ходите на курсы. Потому что, кроме волны негодования, это ничего не даст. Потому что это вообще жизнь. То есть жизнь равна форс-мажор. Мы очень часто подобряем эту идею. И жизнь равна движения, передвижения и изменения. И вы знаете, в вашем теле каждую секунду миллионы клеток обновляются. То есть вы не носите в себе одну клетку годами, десятилетиями. Она рождается, распадается, формирует новую. И это жизнь. И это то же самое, что мы родились, мы едим какую-то органическую пищу. Из этой пищи мы строим свое тело. Когда мы урем, наше тело распадается и потом вырастает дерево из земли, в котором мы ухоронены. И это круговорот. Просто есть более быстрый процесс, есть более медленный. Как только вы к ним спокойно начнете относиться, они перестанут вам боль приносить. Да, вот тут у нас как раз в комментариях идет разговор между подписчиками о том, взять ли совсем сырый материал или все-таки девчонок с курсов. Уже твой ответ послушали, предлагают возьмите меня, возьмите меня, но все-таки даже сами внутри комментариев сошлись на том, что да, без примеров сложно. Это говорят девчонки, которые даже проходили курсы, внимательно слушали и были на мастер-майндах. А еще по поводу агрессии. Я тоже анализировала этот момент, из чего она, как мне кажется, возникает, когда и в последней серии об этом будет говорить Лида, я думаю, что мы можем слить эту интригу сейчас тем, кто нас смотрит в благодарность за ваше внимание, потому что агрессия после прохождения обучения возникает, когда есть у человека ощущение, что у него уже появились новые знания, они как бы есть, они же их прослушали, но нет результата, потому что они смотрят на нас, они стремятся к определенному результату, вот они все три потока прослушали и такие, и в жизни их ничего не изменилось, они такие, да что за херня такая, то есть деньги отдали, телок слушали, на мастер-майндах сидели и ничего не произошло, и Лида сказала совершенно простую, гениальную вещь, на последней записи вот буквально на днях мы с ней и с Радой вместе встречались в Москве, она говорит, когда я смотрела, она же умный человек, вы все это отметили, что классная героиня, интеллектуальная девочка, очень приятная, развитая, вот она говорит, я смотрю курсы, я слушаю, я прям киваю, я совсем согласна, девки дело говорят, да, да, так и есть, и она говорит, я была настолько согласна, мне настолько было интуитивно понятно, что вы говорите, это никак со мной не конфронтировало, что я даже не стала пробовать, я такая, ну блин, ну правильно же говорят, ну конечно, так и есть, и вот эта иллюзия, которая возникает у людей, они послушают, лектор правильно сказал, и у них есть ощущение, что это знание уже есть у них в голове, потому что состоялось прослушивание, это не так, и последняя наша серия будет посвящена тому, как важно делать, даже если вам кажется, что все элементарно, и вы все поняли, вот по твоим наблюдениям, ты очень давно уже работаешь с людьми, преподаешь больше, чем я, не только я имею в виду ключи, а вообще, то есть, какое количество людей переходит от теории к практике, на твой взгляд, и почему это не 100%, и даже, как мне кажется, не 50%, то есть, послушали, покивали, или наоборот, сказали, это херня какая-то, я даже не буду пробовать. Ты знаешь, они на самом деле, большинство, переходят к практике, но очень долго, то есть, много времени у них уходит понять, что они ничего не делают. Да, я помню у себя, вот этот период, когда я была ещё на вот этом переключателе, да, этап, когда нужно было переключить тумблер и что-то осознать, ты вроде очень-очень хочешь что-то понять, ходишь на курсы, на тренинги, знаешь, так сидишь, вслушиваешься, напрягаешься, чтобы это всё как-то осознать, вроде всё так близко, но ускользает, вроде я слышу, что они говорят, а как это сделать внутри, я не понимаю, знаешь, вот эти все истории, что полюби себя, блин, ну понятно, да, ну понятно, 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 а внутри как это почувствовать, никто не описывает, и у меня на многие процессы ушли десятилетия, и хотя я там с 12 лет на тренингах, что такое любовь к себе, я поняла, когда сидела на випассане, два года назад, у Паши Рзайкина, я просто довела себя настолько в тренировках, до пикого переживания, что до меня дошло, то есть это глубина тренировки, скажем так, и мне кажется, что знания заходят, когда человек готов пройти через болевые точки, да, и нам же, ну неприятны многие вещи, то есть мы вообще не любим болевые ощущения, любые напряжения, не хотим столкнуться с страхом, и мой тренер по випассане, когда он ведёт випассане, он знаешь, как говорит, вы поймите, что вы боитесь не страха, то есть вы боитесь не испугаться, а у вас есть страх страха, то есть вы в принципе боитесь испытать чувство страха, и это настолько забавная простая мысль, что она мне сейчас объясняет вообще половину всех явлений, и вот большинство девчонок, они не боятся что-то сделать, но они боятся, что что-то произойдёт, и вот этот страх страх, он очень большой буфер даёт, и вот пока вы в буфере, вы не можете в глубину прожить эмоциональную, и у вас результата не будет. И у меня был период, когда я сидела на тренингах с умным видом, и говорила, да, мы это слышали, конечно, да, полюби себя, не знаю, транслируй себя, какие-то абсолютно базовые простые вещи, когда ты идёшь на 150-й тренинг, тебе говорят то же самое, и ты такой, ну, ну, понятно, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Согласна, да. Да, и ты вот в этом буфере, абсолютном буфере, потому что ты даже не понимаешь, что ты не понимаешь. Ну, то есть тебе кажется, что ты очень умный, и вот это такое, знаешь, надменное чувство было внутри, что я вообще-то дофига умная, почему ничего не работает, вы что-то не договариваете, всё должно быть сложнее. Я даже не помню, как это чувство растворилось, я просто долго времени ходила на курсы, очень хотела понять, и в какой-то момент я вышла из этого буфера не в яркий пиковый какой-то момент, да, как у меня было на Випассане, я поняла там одну вещь, а все остальные вещи, я просто каким-то образом прошла этот буфер и вошла в переживание, в реальность. И я даже не помню, как это произошло, но когда я учу своих студентов, я говорю, что девочки, моя практика показывает, что профессионалами в любом деле, не только работа, а профи по жизни, профессионал проживания, профессионал в отношениях, профессионал в материнстве, люди достигают профессионализма по жизни только если они очень много времени внутри этой истории находятся и пытаются понять. То есть длительность времени, которую вы готовы вложить в какие-то результаты, в какую-то, скажем, распаковку каких-то знаний, она всегда дает результаты. И здесь я не нашла другого инструмента, кроме дать времени поработать, да, над тем, чтобы знания вас, а не просто распаковываться, эта программа, она должна распаковаться. Мне очень близка эта идея, что, во-первых, всему свое время, потому что очень часто люди ожидают мгновенного результата. Вот я пришел, вот я купил, и они хотят прямо здесь и сейчас. Это вопрос о настройке, готовности. И, грубо говоря, вот в этой же книге там буквально введение такое про то, почему знания условно могут не зайти в конкретного человека. Если бы, вот представьте, если бы вы в средневековье стали рассказывать людям про микробиологию, гигиену и так далее, вас сожгли бы на костре, потому что тогда люди мылись раз в месяц вообще специфичными очень как бы средствами, считают, что только там люди, в общем, ертики исключительно, значит, делают что-то другое и применяют какие-то другие способы взаимодействия со своим телом. Вот. Это точно такое же. То есть вы можете прийти, купить, посмотреть, и это будет настолько не ко времени именно вам. То есть здесь нужно выжидать. И еще один очень важный момент все-таки про практику. Вот эта фраза «познавать жизнь через жизнь». Потому что посмотреть и согласиться и сложить где-то на полочку своего сознания этого вообще недостаточно. И это, опять же, порождает у кого-то агрессию, у кого-то апатию. Блин, я все знаю, но ни хрена не работает. Или я все знаю, вы меня обманули. Я вот все послушала и ничего не изменилось. Вот пишут люди большое сообщение про то, что была на двух ключах и испытала острое одиночество и упадок сразу после курсов. Пыталась приобщить к этому других людей, своих подруг. показала аккаунт и все рассказала. Никто не врубился, сказали херь какая-то. То есть вот, это как в средневековье про гигиену рассказывать. Они вообще не поняли, нафиг она нужна мыться каждый день, потому что ничего про это еще не знают. Вот пишет «хочу к нам, хочу к нам». Ну, вы поняли, нужно проходить курсы, да. Все, теперь круг фанаток. Так, будут ли ключи по ремонту квартир и дизайну интерьеров? Давай, пожалуйста, еще раз расскажем, что ключи – это не про то, как краситься. Да, ключи – это же ключи – это инструменты для того, чтобы произвести правильное впечатление. правильное впечатление нам нужно для того, чтобы круг людей, который нас интересует, или конкретный человек, который нас интересует, смог нас опознать как свояка или, например, чтобы определенный круг людей оценил нас представителем какой-то субкультуры. И это очень тонкая история, которая неоднородная, каждый день можно принимать новую стратегию с утра. Куда вы идете, зачем вы идете, кем вы хотите, да, скажем так, выглядеть, какую оценку вы хотите получить для того, чтобы вам было проще жить, чтобы меньше трения было в вашей жизни. И это более психологический продукт, нежели ну, какой-то технический, может быть, или точный, да. Это такой пластичный материал, который, если вы впитаете, вы сможете им сами уже жонглировать. вы знаете, я когда веду мастер-майнды, я очень часто кричу на студентов, потому что у меня одно условие, я выхожу на очень длительные мастер-майды, то есть в среднем, я, например, делаю мастер-майнд пять часов. я сижу, да, безостановочно отвечаю на вопросы. И у меня всего одно условие, то есть я готова там и десять часов сидеть, если нужно, то есть я готова работать, если есть с кем работать. Условие очень простое, что это должен быть осознанный вопрос, да, то есть я могу проработать вопрос человека, который уже пришел к какому-то тупику понимания, то есть он уже попробовал, поделал, и он зашел в какой-то тупик, он говорит, правда, я сделала вот это, вот это, а дальше-то что? Дальше вы не говорили с Олей, что делать? И вот мастер-майнды мы делаем для того, чтобы глубже завести, да, людей, не только поверхностно, чтобы они там что-то попробовали, а чтобы завести их самую глубь, чтобы они уже могли максимально легко в течение всей жизни сами уже все эти манипуляции производить. И очень часто задают поверхностные вопросы, и вот это вообще неинтересно. Вот, и это курс про глубину, то есть если вы готовы идти в глубину, если вы заинтересованы в проживании своей жизни, нам будет интересно с вами поговорить. И вот, опять же, к вопросу, что можно ли сразу на третью часть, я категорически говорю нет, потому что, когда я вижу этих студентов на мастер-майде, но их сразу видно, это правда, это правда. Но, знаете, вот как звучит вопрос на мастер-майде тех, кто прошел уже до этого два курса, и тех, кто только на третий зашел. Звонят девчонки, которые прошли у меня уже эмоциональный детокс, потом у нас с тобой первые, вторые ключи, да, и они говорят, слушай, все так охрененно, меня разрывают на части, со всех сторон хотят, все предлагают, бабки идут, все хотят дружить, муж вахтунге, дети довольные, я вообще не понимаю, что происходит, а это надолго, так все охрененно, а делать, как выбрать, излучить, да, это вопрос студентки, которая уже с нами полгода, я говорю, дорогуша, ну мы же с тобой к этому и шли, мы говорили, что жизнь это форс-мажор, где ты можешь быть эпицентром событий, там все время что-то происходит, все время движ, тебе будут все время делать предложения, и все время будут какие-то контакты, поездки, ты идешь в шип, то есть мы учим людей расширяться, она такая, блин, а это вообще надолго, я говорю, ну это теперь навсегда, все, и теперь ты стала живым и интересным человеком, смирись, все, ты живая, живи, и они такие, капец, и вопрос студентки, которая не была на предыдущих частях, кем мне быть, как мне жить, я говорю, ну здрасте, приехали, детский садик, что ли, у нас тут центр спасения, я не знаю, обездоленных домохозяек, центр психологической поддержки, я не знаю, частная консультация психолога, да, если человек сразу заходит на третью часть, в нем часто нет еще понимания вообще, что такое мотивация к жизни, они жертвят, вы заходите сразу на третью часть и такие, сенсей, что мне делать, я говорю, да мне вообще похер, что ты будешь делать, ты сначала пойми, что ты хочешь делать, в смысле, что мне делать, здесь вопрос только про то, что хотите вы жить или нет, есть у вас мотивация или нет, а дальше у вас уже распаковывается желание что-либо конкретно делать, но сначала в принципе желание жить, живой человек это человек, который понимает, что у него есть выбор, пока вы играете в человека, которому нужно сказать, как жить, вы просто ставите на себе жирный крест, знаете, такую табличку прибиваете, типа, я человек, у которого нет выбора, я жертва собственной жизни, мать совершила огромное преступление, родив меня и насилие надо мной, потому что она родила меня и мне теперь приходится жить, о, бедный, я несчастный, вот, то есть смотрите, сначала идет в принципе желание жить, а дальше уже, скажем так, мотивация, да, какая-то, и вот когда у вас мотивация уже подогрета, она уже почти произошла или произошла, вы идете к нам на ключи и мы вам говорим, что хочешь это, делай так, хочешь это, делай так, хочешь это, делай так, хочешь все, делай все по очереди, по пути разберешься, что самое приятное, но мы не можем вам объяснить ценность вашей собственной жизни и не можем вас исключить, мотив жить в принципе. Абсолютно точно, и вот тут как раз в комментариях был вопрос, как понять, готов я к изменениям или нет, и еще раз, в 125 раз очень важно сказать, что все в основном хотят от нас и от других людей одобрения какого-то, типа сказать, да-да, и гарантии еще, что у тебя получится, ни одобрения, ни гарантии не будет, может и не получиться, ты реально можешь быть не готов, но это проверить может только сам человек, то есть мы вам что, должны выдать чек-лист, по которому вы проставите галочки, если у человека возникает этот вопрос, скорее всего, он не готов, потому что это странный вопрос, готов ли я жить дальше, готов ли я быть творцом вообще того, что происходит вокруг меня, или мне еще немножко посидеть, подождать, и это вы предполагаете, мы должны вам ответить, вот я столкнулась, я прямо для себя вот вычленила вот эти два запроса, это одобрение и гарантия, на первом мастер-майнде вот в третьем потоке было, когда девочки, они хотели, чтобы их поддержали, это на самом деле социально очень понятная вещь, когда люди хотят поддержки, ищут какого-то такого там доброго слова, теплого, поддерживающего сообщества, и это все в чате есть, но это не должно быть единственной мотивацией, и основной тем более, что мне кто-то сказал, что получится, или мне кто-то сказал, что я должна попробовать, самое время пробуй, такого не будет, ни одобрения, ни гарантии, вы не получите ни от нас, ни от ваших коллег по группе, это исключительно ваша ответственность и ваше решение, кто про что призывает. Вы знаете, можно подытожить простым смыслом, что наши курсы, они для взрослых людей, а взрослые люди, это люди, которые рассчитывают на себя, которые самозамотивированы, и они могут сами принимать решения, они могут сами принять решение, что им нравится, что не нравится, что они хотят, что не хотят, где они хотят находиться, с кем они хотят находиться, это взрослые люди, а дети это такие ведомые существа, которых нужно все время контролировать, им нужно все время все объяснять, давать задания, да, они не умеют принимать решения, не умеют думать, И просто наши курсы, они уже для взрослых. Мы помогаем взрослым людям адаптироваться во взрослой жизни, чтобы им было там весело и интересно. Просто для инфантильного ума наш материал, в принципе, не подходит, потому что его никак не применить с позиции жертвы. И еще очень важно знать тоже такая мысль про то, что ваш интерес к теме, даже он не гарантирует результаты. Потому что иногда люди тоже это путают. Кажут, ну типа я же интересуюсь, я же заинтересовался, я купил, типа я готов к знаниям. Это вообще не значит, что вы готовы. То есть сейчас мы делаем обратную вещь, мы такие всех отговариваем покупать наши курсы. Но так на самом деле будет проще, потому что если придут люди действительно готовы, будет меньше разочарования и меньше нужно будет работать с теми, кого нужно в чем-то убеждать. Еще раз прошу повторить название книги про Идриса Шаха. Я вам сегодня с утра рассказывала. Учиться, как учиться. Спрашивают, почему я так тепло одета, неужели у нас так холодно? У тебя, кстати, какая погода в Уфе? Ну, у нас тоже где-то плюс два. У нас такой иногда мелкий снег уже. Да, а у нас снег уже лег, то есть он вот подтаивает грязь на дорогах, но по-обычному у нас лежит прямо снег. То есть у нас ночью уже там до минус пяти-семи, и когда утром уходишь дома, это прямо практически зима. У меня осознанный вопрос, я в тупике, как полюбить себя. Вот то, с чего мы начали сегодняшний эфир. Я бы сказала, что как полюбить себя, это неосознанный вопрос. Это наивность, детская наивность, очень яркая, в которой вы полагаетесь, что мы вам сможем объяснить. Я вам говорю на собственном примере, что я хожу с 12 лет на тренинги, и только в 33, просидев два раза подряд випассану, а это самая жесткая практика в мире. Я просидев отбиваю випассану по 8 дней, и я поняла, что такое любовь к себе. И, кстати, я описываю, что такое любовь к себе в нашем первом интервью, помнишь? Я когда-то у меня брала первое интервью, как раз эта тема была, что до меня дошло, что такое любовь к себе. И после випассана я закрыла нафиг салон в Екатеринбурге, и поняла, что я больше не хочу вкладываться в других людей никак. Я больше не хочу приводить подарочки подружкам из-за границы, я не хочу покупать футболки мужу, я не хочу помогать людям, я не хочу пытаться возродить Екатеринбург и сделать в нём что-то значимое. Я хочу взять все свои котлеты бабок и впихнуть их в себя. Вот примерно такой инсайт у меня был, когда я поняла любовь к себе. Любовь к себе в ранней стадии, когда она ещё такая голодная, только проснулась, она похожа на гиперэгоизм. Такой махровый, шикарный, такой наглый. И у меня было очень острое желание всех послать очень далеко, чтобы вообще никто от меня ничего не хотел, ни на что не рассчитывал, ничего не ожидал, ничего не требовал. И я работаю только на себя. Все мои деньги до последнего рубля уходили только на мои прихоти. Я наделала себе пластики, я напокупала себе дорогущих смоток, 150 сумок брендовых, купила себе этаж в Питере, сделала себе ремонт с бальхотом. Ну, в общем, все излишки, которые я могла себе лично позволить, я позволила. И вот когда я уже там наелась за полгода, я уже поняла, что ой, а мне снова хочется отдавать. Но у меня уже мотивация более здоровая. И я открыла онлайн-школу, я открыла онлайн-бизнес и не шла качать эти проекты. Но заметьте, что донейшн-курс, все онлайн-продукты, которые вы видите, я сделала после того, как я впихнула в себя вот эту, скажем так, вновь открывшуюся черную дыру под названием «Любовь к себе». Сначала она выглядит как огромная бездонная черная дыра. И только когда я ее накормила, я уже пошла транслировать что-то в массы. Полтора года назад я ничего в массы не транслировала. У меня был салон красоты, я работала с VIP-клиентами, я хорошо зарабатывала. Мне хватало на то, чтобы симпатично жить в городе Екатеринбург. Сейчас это абсолютно другие цифры, это абсолютно другой уровень людей. Хотя тогда было все очень круто, но сейчас я уже, скажем так, не работаю руками. Я общаюсь на равных. У меня очень крутые бизнес-партнеры. У меня сейчас семь бизнес-партнеров. В разных ветках бизнеса у меня семь крутых бизнес-партнеров. И я качаю очень много всего только потому, что у меня была высокая мотивация к жизни. И вот если у вас эта мотивация есть, поверьте, в вас знания распаковываются рано или поздно. Но если у вас нет мотивации, если вы не очень любите жизнь, не очень хотите жить, вы можете себя пичкать, это будет просто транзитом проходить, как неприваренное. И я могу с вами поделиться своим инсайтом, который я сформулировала позавчера ночью. Потому что, повторюсь, вообще наше с радой хобби – это все время думать. Это очень вообще классно. Я не знаю, почему люди не пользуются этой опцией. Когда я сейчас записывала курс про призвание, у меня там есть такой пункт про то, что быстро принимать решения – это просто необходимый навык. Не только предприниматель, а вообще человеку, чтобы двигаться дальше. И я, объясняя другим, вдруг поняла, почему я могу быстро принимать решения. Потому что я все время обо всем думаю. То есть у меня нет как бы… Ничего не происходит в моей жизни как бы неосознанного. Если что-то случилось, ты думаешь так, почему это случилось, что из этого может произойти. То есть это где-то уже на подкорке твой мозг, это гораздо более сложная система, чем мы себе представляем. Он секстиллярды мыслительных операций в секунду производит. И в момент, когда наступает точка принятия решения, я его быстро принимаю, потому что я перманентно на глубинах определенных там вот этих вибрациях уже про это думала. Вот когда ты все время думаешь, у тебя нет проблемы принять решение. Так вот, думала я про учеников и наставников, и я поняла, по какому принципу нужно выбирать учителя. Нам часто задают этот вопрос. Естественно, его знание по предмету, в котором вы хотите прокачаться через него, но это гигиенический минимум. Ну, то есть про это даже мы не говорим, это мы за скобками оставляем. Если вы хотите учить иностранный язык, конечно, это должен быть человек, который владеет и умеет учить. То есть это разные вещи. Владеет совершенствами и умеет учить. Короче, нужно искать счастливого учителя. Вот то, про что ты говоришь. Когда ты заполнила свою, казалось бы, ненасытную черную дыру, вот эти лонгольеры. Помнишь, был такой сериал? Вот это лонгольеры, которые все сжирают и, кажется, никогда не насытятся, но все-таки насыщение приходит. И вот если вам удается поймать счастливого учителя вот в этой точке наполненности, я уверена, что это будет, ну, как бы сверхэффективное сотрудничество, если и вы к этому готовы. Поэтому счастливый учитель, вот какого учителя вы должны искать. Счастливый учитель. И если вы смотрите на человека, наблюдаете за ним, социальные сети это позволяют сделать. То есть мы все время в сторисах, мы в прямых эфирах. Вы видите, как мы говорим, что мы делаем, как мы живем, как мы мыслим и так далее. Если вам это воспринимается как состояние нашего счастья, я думаю, что мы можем поговорить. Вот. Уважаемый ведущий, с чего начать, если ты проживаешь в нищем городе, тебе 40+, у тебя нет энергии, или это вопрос не по адресу? Так. Давай еще раз, а то я тут от прекрасного сообщения всплывающе. Да. С чего начать, уважаемые ведущие, если ты проживаешь в нищем городе, автор сообщения, тебе 40+, и у тебя нет энергии. Или это вопрос не к вам? Ну, вы знаете, у меня недавно был пост на тему, по-моему, как раз преодолений, что-то такое. Я спрашивала истории успеха у девчонок, и там несколько таких классных показательных комментов было. Там девчонки пишут, что потеряла мужа, там в 30 лет приехала с дочкой, две ночи ночевала на вокзале. Потом там вообще каким-то непонятным путем устроилась на какую-то работу. Им позволяли где-то там ночевать, чуть ли не на складе. А сейчас у нее там три квартиры, сетка бизнесов и так далее. Всегда делала в самом мотивации. Вот смотрите, я жила не в том, чтобы в бедной семье, а мы считались люмпинами. То есть моя мама учительница в школе. Назвать деньгами ее зарплату сложно. Вот, добавочно, моя мама меня из детства ненавидит. Мы не общались. Ну, то есть мы жили параллельными жизнями, на одной территории. А, у меня были с четырех лет ключи от квартиры. Я ходила в садик сама. Потом я ходила в школу сама. И с 12 лет я работаю. И жаловаться на что-то, это же ничего не дает. То есть я могла сказать, вот, я родилась в бедной семье, мне не повезло. У меня классическая русская семья, которым не до ребенка. Там никто мной не занимается. Домашку мне не помогают делать и так далее. И вот так вот гордо жертвить всю жизнь. Вот до конца жизни быть гордой, что у меня сложная судьба русской женщины. Но, как бы, юмор вообще решает. То есть для меня это все смешно. Я помню, как я в детстве к маме подходила и спрашивала, мама, а зачем мы бедные? И эту историю я тебе рассказывала тоже в первом интервью. То есть у меня с детства всегда был такой азарт. Мне всегда я на нее смотрела и не понимала, зачем она это выбрала. То есть она же выбрала вот так. Всегда есть куча вариантов, просто вы выбираете какой-то один. И если вы почитаете биографии великих людей, так они всегда из какой-то деревни. Очень-очень мало историй, когда у чувака родыки-миллиардеры, и он еще круто качает. Вот я сейчас наблюдаю за одним кейсом в Уфе. Все вы знаете, я очень люблю курить кальян, я там думаю. И вот у нас есть кальянная дуть. И ее, это сеть Россия, сеть держит парень. У него родители миллиардеры, они какие-то нефтянщики. Но он отщепился и начал качать. И он тоже сейчас очень успешный в России бизнесмен. И вы знаете, этот кейс гораздо более редкий, чем когда человек из деревни. Конечно. 99 успешных кейсов будут мальчик из деревни, девочка там из деревни. И только один сын миллиардера. Ну конечно. И ваше, скажем так, богатство во взрослой жизни никак не связано с вашим прошлым. Вообще никак. Это история про то, что прошлое, оно уже прошло. Его нет. Вы можете от него избавиться. И начать активно действовать. Знаете, до каких пор вас прошлое держит? Пока вы все время о нем думаете. Вот, например, у меня нет времени вспоминать про свое детство. И когда я рассказываю такие истории, что было в моем детстве, я сама такая, о, нифига себе. Это потому что я об этом много лет вообще не вспоминала. Я вообще не помню, как оно было, потому что у меня мозг все время занят чем-то интересным. То есть я себя загружаю интересными делами с утра до вечера. Конечно, у меня нет повода вспомнить что-то, что было. Я не гоняю в голове диалоги какие-то болевые, да, неудачные, там, с подружками или с бывшими парнями. У меня там времени нет свободного. У меня очень плотный график мыслительный. У меня всегда голова занята чем-то интересным. То, что я сейчас делаю, что-то создаю. И я туда не ползаю. Вот вы можете в один день отказаться от своего прошлого навсегда. Просто займите на 100% вашу мыслительную деятельность чем-то новым и интересным. И все. Спрашивают, правильно ли я поняла, что самая результативная методика полюбить себя – это випассана? Нет, неправильно. Просто для меня сработало. Да, для меня сработало. Воль, а я, например, никогда не была на випассане, чтобы вы понимали. И это опять же у вас поиск гарантий. Вы хотите какой-то рецепт, который точно сработает. Волшебную таблетку. А, ну все, випассана точно, все перепробую, вот это подойдет. Нет, это каждому человеку в каждое время индивидуально. Вот человек, который все пробовал, куча тренингов с 12 лет помогла випассана. Вот человек, который не был ни на одном тренинге и на випассане в том числе. И у меня с любовью к себе нет проблем. Это очень индивидуально. Это жажда жить и найти свой рецепт, свой секрет, ну не знаю, энергии, счастья, наполненности и так далее. И вот возвращаясь к тому вопросу, который писала женщина про нищий город, 40+, и так далее. Во-первых, все относительно. Я с москвичами регулярно общаюсь. Они не сходительно так со мной разговаривают по поводу того, что я не уезжаю из Екатеринбурга. Ну, понятно, деньги-то все в Москве. То есть для них я тоже живу в нищем городе. Мне 38 лет скоро исполнится. И, в принципе, можно говорить, что я в такой же ситуации для кого-то, как и вы. Я думаю, что если вам нужен первый шаг такой технический, вы написали про отсутствие энергии. Это нужно, ты про это много говорила, это биохакинг. Это нужно пойти по врачам, по специалистам, просто найти свой код, свою формулу физического здоровья и энергии. Для кого-то это спорт, для кого-то там полимультивитамины и так далее, для кого-то изменить режим питания, сна и отдыха, для кого-то все вместе. Вы должны найти эту комбинацию. От этого будет гораздо легче. То есть это элементарно просто, ну, витальная наша потребность. Потому что начинать сейчас загружать себя знаниями или книжками, или випассану пройти как бы на нуле энергии, это потеря времени и денег. Можете с этого начать. Но вот у тебя на Донейшне, наверное, есть какие-то ребята, которые, ну, там, с этим разбираются. Куда направить человека? На Донейшне практически все курсы направлены на то, чтобы вернуть себе ресурсы. То есть у нас, в общем-то, и концепция в оглавлении профиля так и звучит. Возвращаем ресурсное состояние. Вы знаете, вот, например, да, я же веду еще эмоциональный детокс. И у меня было на него много запросов очень долго. И я его сделала с точки зрения тоже возврата энергии. Потому что вот даже когда у меня группа проходит первое упражнение, они офигевают, что это просто, оно очень простое. У меня, кстати, есть тоже бесплатные эфиры на эту тему. На Донейшн курс посмотрите. Первое занятие очень простое. Оно называется «Хочу, нужно, делаю». И это очень забавно. То есть ты вечером садишься и анализируешь. Ну, или с утра пишешь список и вечером анализируешь. Ты пишешь, что ты хочешь сделать за день, что тебе нужно сделать за день. И вечером ты пишешь, что из этого ты сделала. Ну, делаю. Да, то есть хочу, нужно и делаю. И я говорю, к вечеру будете смеяться. Потому что они пишут список «хочу», «нужно», а в списке «делаю» какие-то левые дела. Вообще левые. А они и не хотели, и им не нужно было, но весь день ушел на это дерьмо. И я говорю, смотрите, девочки, психология, психология, кстати, очень простая наука, на мой взгляд. Есть два... Здравствуйте, вы что делаете? Первый процесс. Когда вы долго не делаете то, что вы хотите. Когда вы долго не делаете то, что вы хотите, у вас начинается депрессия, тупик жизни. А когда вы долго не делаете то, что вам нужно, у вас начинается тревожность. И вот представьте, каждый день у вас есть что-то, что вы хотите, что вам нужно, и в итоге в графе «делаю» вообще левые дела. И мы получаем за несколько лет обесточенную, бессмысленную жизнью женщину с глубокой тревожностью. И вот как только вы начнете понимать... И за дня в день своими же руками, да, и за дня в день своими же руками, да. Да, как только вы начнете хотя бы чуть-чуть присматриваться, что вы делаете, что вы хотите, вообще изнутри тела проживать свою жизнь, вам уже понять не будет, и у вас уже энергия появится. У нас нет энергии, потому что мы все время пытаемся получить... Мы думаем, что ресурс, он во внешней среде. То есть мы думаем, что вот мы пустая батарейка, нужно пойти отобрать у кого-то энергию, да, ну вот эта психология бедных, отобрать, у меня же ничего нет, я же нищий, вот он, я нищий, ничего. И они пытаются отобрать. Они думают, что ресурсы, они снаружи. И это прослойка бедных людей, психология бедных людей. Богатый человек, он понимает, что у него каждое утро, просыпаясь, есть ресурс, и если его логично и рационально тратить, то, в принципе, вы не будете ни обесточены, ни обездолены. И попробуйте проанализировать, куда вы зря тратите что-то. Вы зря тратите какие-то мысли, зря тратите время, зря на что-то надеетесь, зря чего-то не делаете. И как только вы научитесь изнутри процесса, скажем так, ну, хотя бы администрировать, у вас уже появится энергия. Следующий вопрос интересный. Что для вас мужчина в вашей жизни? Сейчас вот ты ответишь, а я в догонку к тому, ведь сложность в том, что люди еще не знают, чего хотят. Хочу рассказать такой случай, именно с моей профессией связанным. В американских шоу всегда идет по отзвучке вот этот вот смех. И тоже многие наши форматы взяли это. То есть, когда в студии даже никого нет, как бы смех за кадром. Что типа вот в этом месте нужно смеяться, прямо подзвучка, магнитофонная условно запись. Вот. И в свое время, там в 70-е, по-моему, годы писали тонны писем возмущенных, что типа уберите, это бутафория, это вообще типа что для тупых людей показывается, где нужно смеяться, мы сами разберемся. Продюсер шоу пошел на встречу и убрал этот смех из-за кадра. Стали жаловаться актеры, которые играли, говорят, ну как бы это неудобно, некомфортно, когда нет зала и когда нет вот этого смеха. Мы не понимаем, грубо говоря, заходит это или нет. Нет того, как бы, вот этого драйва, с которым мы это все делаем. И потом, когда смех вернули в итоге, они получили x10 писем с благодарностью за то, что вернули смех. На самом деле, то есть казалось бы, люди отреагировали на запрос. Мы хотим, чтобы смеха за кадром не было. Вот пока люди не попробовали посмотреть шоу без смеха за кадром, они не поняли, что это вообще не то, что им нужно. Поэтому, если вот вам кажется, что вы чего-то хотите, вы это попробуйте сделать. Вообще, вы можете сказать, да, кайф, это то, что мне нужно, или сказать, да, это херь какая-то, это вообще не то, чего я хотел. Мы опять же приходим к простому очень пониманию того, что без вашего действия ни хрена не получится. А теперь вопрос, что для вас мужчина в вашей жизни? Ну, мужчина — это эмоциональная составляющая. Ну, я считаю, что если вы уже самостоятельный, да, то есть взрослый, то максимально вам нужен мужчина, ну, вообще партнёр, да, там, любовный, сексуальный, для удовольствия. Потому что у вас уже, ну, скажем так, вы можете себе позволить роскошь не рассматривать партнёра как техническую составляющую, да, вашего выживания. И мы очень много раз эту тему обсуждали, она уже такая у нас перехожная. Вообще норма любые отношения рассматривать как удовольствие. То есть мне, например, нравится видеться со своими друзьями, мне нравится проводить время со своей второй половиной, и все контакты из этой истории должны сходить, чтобы получать от этого удовольствие. И у меня бывают сотрудники, от которых я не получаю удовольствие, и я понимаю, что я не готова работать. И вчера мы с партнёром на Бали разговаривали, мы сейчас стройку возобновляем, размораживаем, ретрит-центр. И у нас там есть команда, которую мы содержим. И вот мы сейчас ведём переговоры, что мы хотим убрать несколько человек, потому что неприятно. Ну, то есть неприятно с ними работать, да. Мы не получаем от этого удовольствия. А это всегда основа. И она везде должна быть, да. То есть если вы должны понимать, что и вас также нормальные люди оценивают, да. Если вы хотите хорошую, интересную жизнь со взрослыми людьми, с разносторонними, там, с наполненными, вы должны понимать, что их основная мотивация к общению с вами, к созданию семьи, к работе, это то, что им приятно с вами взаимодействовать, да. То, что вы профессионалы, это вообще, знаете, не обсуждается. Да, но для них самый главный критерий приятно-неприятно. Да. Для меня мужчина это, ну, наверное, даже не удвоенное, умноженное удовольствие, потому что, во-первых, мы тут с сексологом, у меня на канале женщина очередная серия вышла, и там редактор мой, я вчера уже только опубликованную серию видела, посмотрела, там, значит, она вону взяла мою фразу. Я говорю, так что, наш оргазм — это наша ответственность, правильно я говорю? Мы так хохотали. То есть ваш оргазм от жизни — это ваша ответственность. Вот. Поэтому нельзя мужчину даже в этом смысле рассматривать. Поэтому мужчина, конечно, это удвоенное или умноженное удовольствие. Потому что все удовольствия в жизни, в принципе, человек взрослый может получить самостоятельно. А вот приумножить их проще, конечно, когда ты в паре, когда ты созвучен с кем-то еще. И я даже хотела сегодня про этот пост написать. То есть мы пошли с любимого золотое яблоко купить какие-то бытовые вещи. В итоге купили мне мешок из Сен-Лорана у них был, потому что клиентский день. Потом он мне скидывает такой, говорит, давай купим нам одинаковые дубленки. Я говорю, давай. И вечером приносит книжку. Ты дозрела до этой книжки Идриса Шаха. Идеально. Вот что такое мужчина. И мы с ним еще вчера в сотый раз вместе фильм «Джентльмены» посмотрели. И выпили вина. Ну, то есть это все мои удовольствия, все приятности от жизни умножены на два или на десять. Вот. Мне упали и подарки, и комплименты, и интеллектуальное времяпрепровождение, и интересная беседа. И, ну, про ночь не буду рассказывать, а то он меня отругает совсем. За излишнюю откровенность. Вот что такое мужчина в твоей жизни. Вот так вот. Ни костыль, ни помощь, ни социальная гарантия. Опять же, помните про гарантию какую-то и обещание успеха, и одобрение, что все-таки вот теперь-то ты порядочная женщина. Помните, быть одинокой – это неприлично, да? Ты понимаешь, что быть одинокой – это неприлично? А Гена прижила в душе. Смотри, там, да, обожаю эти комменты. Жизнь априори не может состоять из одних удовольствий. Но, смотрите, если вы пишите нам такой комментарий, значит, вы первый раз в жизни нас видите и вообще не понимаете, в каком контексте мы это сейчас говорим. Вот и всё. И я, знаете, больше всего хейта, каких-то неприятных комментариев получаю именно от людей, которые понятия не имеют, что сейчас сказали, почему, и вырывают фразы из контекста. И мы уже настолько давно транслируем наши смыслы, что я бы даже не хотела видеть людей в наших эфирах, которые пишут настолько плоские комментарии. Люди, пожалуйста, просыпайтесь и живите, потому что вот вы родились, вы можете всю жизнь проспать и умереть. и это всё неинтересно. И если вы считаете до сих пор, что муж должен быть для вас социальным, скажем так, социальной опорой, человеком, который таскает тяжести за вас, который должен приносить деньги на еду, вот, и стать вам папочкой, который вас всю жизнь содержит, то, конечно, вы просто не наш клиент. Мы говорим о том, что все взрослые люди, и если вы сами себя обеспечиваете, то вы можете и в паре прекрасно жить, потому что вы в этой паре точно не из нужды, чтобы вас содержали и вам было где-то жить. Вы можете в любой момент понять, что вы пошли в разные стороны, что вы в разном ритме развивались, что вам больше неинтересно. У вас любовь прошла, и вы спокойно разошлись, и никто не пострадал, никто не стал обездоленным, нищим, никто от голода не помрет от того, что вы с кем-то разошлись. И вы можете пойти в новую зону, нового удовольствия, да, с человеком, который на данный момент вам близок по смыслу, и это может произойти в любой момент. Держаться за одного партнера всю жизнь, это признак страха. А если вы готовы с ним расстаться, в тот день, когда вы поймете, что вы больше не хотите с ним быть, и вы сможете ему спокойно это объяснить, и он не будет вам угрожать, преследовать вас, пытаться остановить, значит, все нормально. Обожаю этот диалог из самой обаятельного революции Катина, когда Виноградова там, значит, сотрудница проектного пуберва, третий раз вышла замуж, и у нее спрашивают, ну что, типа, как третий муж? Ну, лучше второго, но тоже не идеал. Мы так всегда, как хочем. у меня есть идея на самом деле сделать серию интервью, или, может быть, одно, я не знаю, я пока вынашиваю это, поделюсь с вами, про, я это называю, магия второго брака, потому что это же тоже то, что не принято обсуждать, и не принято это отобрять, потому что принято один раз на всю жизнь. Вот это как бы, типа, правильная парадигма, а все остальное, это рассматривается как неуспех. Ну, не получилось с первого раза. Я вообще считаю абсолютно естественным. Это также мне помог, вразумил меня тоже один из моих героев, это интервью еще не вышло, у него пять образований, и он не ошибся ни с одним из них, они последовательно очень правильно шли, именно высшие, фундаментальные. И я ему задаю вопрос, а как не ошибиться в 17 лет? То есть, как выбрать в 35 лет нужное тебе образование? Это мне очень понятно, то есть, это легко. Как не ошибиться в 17 лет? Он говорит, ну, то, что я не ошибся, это случайно, тогда я не знала, ошибся я или нет. Он говорит, так это же просто опыт, так же, как брак. Ну, блин, даже если ты поступил, никогда учиться, ну, окей, ладно, либо отучился, либо бросил и поступил в другое место. И это настолько облегчает, все передо мной сидит взрослый, очень состоятельный, очень образованный человек, и я понимаю, что мы с ним в этом смысле созвучны. Второй и третий брак это не приговор, это кайф. Третий муж лучше второго, но тоже не идеал, и это нормально, я не знаю, почему люди так боятся об этом признаться, то есть это вот в фильме как шуточная ситуация разыграна, мне кажется, это правда. Но это не значит того, что я стремлюсь в десятом браке только обрести счастье. Я надеюсь, что вот мой второй брак, он теперь навсегда, но при всем при этом у нас даже был разговор, в каком случае мы можем расстаться, и я понимаю, что если вот будет так-то и так-то, это мне не подходит уже сейчас. И вряд ли это мне подойдет, когда я буду на 10 лет старше, опытнее, еще, честно говоря, круче. Или как бы не чахнуть, а развиваться с годами. Поэтому вот так вот. Вы вчера пересматривали смерть ей к лицу. Я надеюсь, посмотрели, это прекрасно. Да, и там очень показательный пример, когда Брюс Виллис избавился от всех своих алчных женщин и только после 50 обрел счастье. И там смешной момент, когда они приходят в церковь, когда он уже умер, сидят такие в двух фуалетках черных и злостно ржут. И там говорят, что вот он был великим человеком, и он всегда говорил, что он начал жить только после 50, когда встретил свою любимую жену, и они родили 6 детей. А до этого, 50 лет, он встречался с такими телочками, актрисами-заточками, злостными, очень эгоистичными, циничными. и в общем-то, только в 50 до него дошло, что это был не единственный вариант. И вы знаете, в любой момент времени вы можете понять, что то, что вы делаете, это не единственный вариант. И у вас внутренний мир, он очень пластичный. И в любой момент времени вы можете понять, что вы хотите что-то другое. И, например, если я сейчас в фазе, что у меня партнёры, они такие супер свободолюбивые, супер полноценные такие. Мы часто в разных городах время проводим, чтобы каждому дать вот эту зону одиночества. Мы много путешествуем, все такие не привязаны ни к чему. То в какой-то момент я могу понять, что мне это надоело, и я скажу, я хочу загородный дом, восемь детишек, огород, создать общину, чтобы все ходили с бородами и в лаптях. Я могу сказать, что нет, меня вообще всё это не устраивает. Я хочу шведскую семью. Или ещё какие-то странные вещи. И меня всегда настораживают люди, которые не допускают такой возможности, что их внутренний мир может измениться и что они могут чего-то захотеть. И вот обычно люди, которые очень активно доказывают, что нет, вот мы вот сейчас с мужем у нас всё заебись, мы суперсчастливы. Вот они всегда настораживают чуть больше. Вот там твой комментатор прекрасно пишет, что я несу какую-то хуйню несосветную. Вот она меня прямо радует, потому что в ней есть все признаки испуганного человека к изменениям. А испуганный человек к изменениям это уже человек, который скорее мёртв, чем жив. Потому что живой человек, он всегда готов к изменениям, к любым. Он даёт себе право на эти изменения, и у него всегда внутри остаётся право выбора. И ни за что не держитесь намертво, потому что вы начинаете всех под души. И знаете, когда вы разводитесь, вам кажется, что вы были героем в этих отношениях, а человек вас глубоко предал, потому что вы просто не позволили себе замечать и вообще смотреть в сторону взаимных свобод и взаимного выбора. И когда что-то в вашей жизни изменится, вы будете воспринимать это как трагедию. когда в жизни живого пластичного человека подвижного меняется. Он говорит, что это был опыт. Да. Да, я думала, это любовь, а это был жизненный опыт, да? Да. Вот. Я писала про это пост, про то, что разведёнка, брошенка и так далее, но когда женщина после развода, и она формально ещё одна, социальный статус никак не закреплён, что она с кем-то в паре и так далее. И я не понимаю, как это должно сказываться на самооценке. Это после мастер-майда как раз было, и там понятно, что было много комментариев созвученных к моему посту, и было очень много «Вы не правы, ситуации бывают разные, и развод в любом случае неименуемо скажется на самооценке женщины». Я вообще не понимаю, о чём речь, меня бросали. То есть тут речь не идёт о том, что я ушла, гордо хлопнув дверью, там пересела из Мерседеса в лимузин, да, и как бы понятно всё, пока неудачник и так далее. Не про эти случаи речь. Люди не понимают, они не могут это принять, они считают, что нет, ты всё равно обязательно должен быть обездолен, обязательно должен быть обездолен. Это не так. «Важно ли вам признание людей?» спрашивают нас наши сегодняшние зрители. Ну, тут надо разобраться, кто такой человек для начала, и это очень острая тема. Вот, я думаю, все знакомы с моей теорией, за которую я топлю, что, знаете, человек — это только, скажем так, вид оболочки, да, то есть это тело, которое даётся нам для того, чтобы прожить опыт на этой планете. И вот это тело, в котором мы сейчас находимся, оно приспособлено к этим условиям, да, по всем параметрам. А вот кто в этом теле? Это вопрос. Потому что на этой планете очень много разных планет из разного времени, и если вы поглубже начнёте разбираться в теме реинкарнации, перерождения, то самое крутое, что я узнала, то, что реинкарнация нелинейна, то есть время линейна только на этой планете, и то, что вы сейчас живёте, и вы, например, верите в реинкарнацию, следующая ваша жизнь не в будущем будет, она может быть в далёком прошлом, в далёком будущем, там, в другом месте. И это же история про серфинг, это всё путешествия по мирам, мы просто, скажем так, гости, зрители, да, мы игроки. И я вообще к понятию человек однородно не отношусь. Я вижу, что есть марсиане, я марсианка. Я вижу, что есть ребята со Сириса, они такие упёртые аэтишники, у меня очень много друзей со Сириса, которые топят именно за нанотехнологии, они такие очень технологичные. Я вижу очень много клеидианцев. Клеидианцы это такие эльфы, они топят за зелёный уровень, по спиральной динамике, они такие типа птички, котики, мир во всём мире, они такие за флюрализм, вот, полусвятые люди, абсолютно безобидные, очень ранимые, вот, и они такие для марсиан вообще супернерешительные. И очень-очень много проявлений различных на этой планете, и назвать одним словом человек очень сложно. Я знаю, что мне сложно с плеядой, потому что они слишком инфантильные для меня, для марсианки, например. Вот, если вы хотите что-то про себя узнать, вы можете в эту тему погрузиться, она достаточно забавная. И я вижу, что я не стесняюсь этого слова, когда я говорю, что часть людей на планете став. Да, и есть люди, которые получили свои места, чтобы прийти поиграть, а есть люди, которые купили билет в третий класс, и они просто наблюдают издалека за тем, как люди на верхней палубе в красивых платьях пьют шампанское в приманках. И это разные уровни. Тема богатства, она же не только на этой планете, она вообще в принципе в мире очень развита. И нету никакого коммунизма в других мирах, равенства, это вообще все заблуждение. Мир неоднороден, люди неодинаковые. Толерантность это история в пользу бедных, я всегда говорю. И нужно понимать, что люди неоднородные понятия, совершенно неоднородные. И то, что мы в похожих телах, не говорит о том, что у нас похожие мысли, похожие стремления и похожие вообще мироощущения. Про толерантность. Слушай, мы тоже недавно с любимым говорили про это. И я тоже много про это очень сильно думаю. И это такая тема сейчас на острие повестки. Я говорю, ну скажи мне, почему так часто бывают перегибы, когда толерантность превращается в такую нетерпимость, то есть ее обратная сторона, она настолько чудовищна и ужасна, и я никак не могла ответить себе на этот вопрос. Но повторюсь, мой муж один из самых умных людей, которых я встречала, он говорит, потому что толерантности нет в природе, и все у меня встало на свои места, потому что это вообще неприродно. в природе, в живой, в животном мире и так далее не существует никакой толерантности. Есть пищевая цепочка, и только она правит, и только она рулит, и побеждает только сильнейший. И естественный отбор действует много миллионов лет по одним и тем же принципам. И я абсолютно убеждена, это касается людей. Все, что искусственно придумано, это умозаключительная мифологическая конструкция, созданная разумом человека, ее нет в природе. И поэтому толерантность так легко перегнуть, переплавить в нетерпимость, в оправдание убийства и так далее. То, что сейчас происходит, мы видим на религиозной почве и так далее. Потому что это придуманное, это замок из песка. И он, вот куда ветер подул, туда он и отклонился. И для меня все стало на свои места. Поэтому я с тобой абсолютно согласна. Толерантность, обоюдоострое оружие это продукт измышления человека, ненативный, неприродный, изначально так не задуманно. И поэтому это не работает. Вот. То есть, ну только разумные люди могут этим принципом пользоваться. А как мы знаем, людей неразумных очень много. Поэтому, к сожалению, тут никаких гарантий нет. И напоследок, мы чудесно полтора часа почти эфирем. Есть классный, ну вопрос такой, смыслообразующий, смыслозакрепляющий, наверное, для наших зрителей. Много там благодарности. Какой классный эфир. Да, мы его сохраним. На женщин тоже зальем, потому что, мне кажется, сегодня прям хорошо у нас пошло. Жизненные принципы, которыми вы руководствуетесь. Ну, ты знаешь, как в каком-нибудь прекрасном журнале Esquire, там типа принципы жизни такого-то человека. Жизненные принципы, которыми ты руководствуешься. Но основа это всегда осознанность. Да. Просто осознанность мало кто понимает. Осознанность это то, что вы в каждый момент времени понимаете, что происходит. Вот ты сегодня говорила, что ты все время думаешь. Да. И ты поэтому все время понимаешь, как быстро принять решение. Вот осознанность это самый удобный инструмент. Это когда вы всегда в моменте. То есть большинство людей они как проживают, да, у них где-то они там головой в прошлом или в будущем или еще где-то тут что-то происходит в реальности, а они витают в мыслях. И очень часто такое бывает, что вот вы сидите, едите что-то, о чем-то думаете, еда на тарелке закончилась, а когда вы ее съели, вы не заметили. И вот эта история о том, что вы отсутствуете. И вот вы пока отсутствуете, в реальности могут произойти всякие вещи, на которые вы никак не повлияете. И это неудобно. И проще оставаться максимально в том моменте, где вы сейчас находитесь. И тогда все очень круто. И когда я тренировалась у Паши Розякина, он во мне очень сильно подкрепил эту мысль, он просто так классно объяснил мне ее, что она в меня еще глубже зашла, хотя я и так много лет уже в ней живу. И он сказал, вот смотрите, ребята, вы все несчастливы, потому что вы головой в одном месте, а телом в другом. И вот вы пришли домой, у вас там два ребенка, муж, а вы головой на работе, потому что вы на работе не доделали. И вот вы телом с детьми и мужем, а головой на работе, они же чувствуют, что вас нет. Хорошо, с утра вы уходите на работу, вы телом на работе, а думаете про мужа и детей, потому что чувствуете, что вчера им не додали. И это замкнутый круг. То есть у вас всегда тело в одном месте, мысли в другом. И знаете, здесь есть закономерность, что мысли всегда в предыдущих действиях. Они обычно не в будущих, они их чаще в предыдущих. Потому что вы все время не присутствуете там, где есть, все время не дорабатываете, у вас хроническое чувство вины, и вы постоянно вот в этом прошлом застреваете. И такое почти везде бывает. И я помню, что раньше у меня был разрыв у меня ну в несколько дней в неделю. Я помню, как первый раз в жизни я приехала в Таиланд. И я стою на берегу, мы на острове Качанг. Я просто охреневаю, ни разу за границей даже не была, и сразу приехала на остров. Один из самых красивых. Я стою, ем какое-то, мороженое тайское из кукурузы. Я просто охреневаю, как тут круто. Но я понимаю, что я телом этого не чувствую. То есть у меня как бы ощущения, они еще... Я как будто бы уже вроде поняла, что я тут, но я еще этого не чувствую. И ты знаешь, до меня ощущение, что я в Таиланде только через неделю пришло. И вот раньше я помню очень сильно вот это расслоение, что вот тот день, который ты ждал, но тебя как будто бы в нем нет. И вот это расслоение именно временное. Не нужно сейчас сравнивать с тем расслоением, которое я объясняю в Випассане. Это другое. Это расслоение во временном каком-то пространстве. Сейчас вот что-то происходит, я за секунду точно понимаю. Надо, не надо, брать, не брать, соглашаться, не соглашаться. И ты становишься очень быстрым игроком, очень адекватным игроком. Да, потому что большинство людей сетуют на то, что что-то произошло. Ну, типа без их участия. Оно случилось, да, вот эта наша история любимая сама. Вот, потому что они где-то в этот момент вообще отсутствовали, параллельно в реальности что-то произошло, они не успели это отследить, понять, никак ощутить, не смогли сделать выводов, отреагировать, а потом жизнь-боль. И вот тоже, с вашего позволения, отвечу на этот вопрос по поводу принципов, которыми руководствуюсь. Он такой философского толка, и я метафорично скажу, что, знаете, я живу по одному самому главному принципу. Это моё знание о том, что нет места, в котором тебя никто не видит. Это тоже такая восточная притча, когда там учитель хотел один из уроков ученикам преподать в 20 условно, и говорит, принесите мне каждый по птице, они принесли, и он говорит, а теперь пойдите в место, где вас никто не видит, и убейте её, и возвращайтесь. В 19 принесли мёртвых птиц, а один вернулся с живой. И учитель спрашивает его, типа, а что произошло, почему ты не выполнил того, о чём я тебе сказал? Он говорит, потому что вы сказали пойти в место, где тебя никто не видит, и сделать это. Но такого места не существует, потому что Бог есть везде. Вот. Я для себя это трактую немножечко по-другому, то есть на самом деле такого места не существует, потому что не только, ну там Бог условно, создатель, что-то высшее, связь такая с высшим источником есть везде, но и ты сам есть везде. То есть даже если я сижу в тёмной комнате с выключенным светом в углу, и никто физически больше не присутствует в этом помещении, то я-то у себя в этот момент есть, и вот то, что не сопрягается с моими представлениями о нормальности жизни, я не буду делать, даже если я одна наедине с собой, как будто бы никого нету. Потому что я сама у себя есть, и от себя не убежать, от своего опыта, от своего поступка, от своего помысла и так далее. Вот это, наверное, мой основной жизненный принцип. А если ещё говорить про создателей Вселенную, то у меня было про это интервью, и про это написано во многих святых книгах, о том, что каждый человек создан для счастья вообще-то. И я исповедую эту главную идею, которую заложил в нас создатель, и не отступая от неё ни на шаг, потому что, я не знаю ничего про остальных, но конкретно я была создана для счастья. Это написано в Святом Писании. Я это взяла на веру и только так и живу. Естественно, что это очень многогранное сложное понятие, и моё счастье не подразумевает получение счастья за счёт ущерба другим людям. Я бесконечно внимательна к чужим границам и так далее. И мне даже как-то унизительно получать какие-то бонусы за счёт того, что я попытаюсь отнять или посигнуть на чьё-то. То есть это как бы, это не круто, понимаете? Но вот мой принцип основной — жить так, с пониманием того, что, короче, место, где тебя никто не видит, его не существует, потому что ты, как минимум, у себя есть, а всё, что-то там, наверху. Вот. Ой, слушай, тонны сердечек сыплются нам за сегодняшний эфир. Нам осталось ещё раз сказать, что эфир в Инстаграме сохраним, на канал «Женщины положим», и что 1 ноября стартует наш курс с поддержкой, единственный курс с поддержкой, который мы ведём сейчас. Это самооценка и деньги. Другие курсы идут без живых мастер-майндов, и плюс он, получается, финальный будет в этом году. Да, вы к Новому году успеете закончить материал, а это всегда приятно. Я тоже люблю эту историю, что-то поменять с Нового года, что-то начать, и для меня это тоже символично. Я всё ещё в эту историю сама люблю поиграть, она достаточно приятная. Новый год, очень приятное переживание, чтобы как-то обновиться. Вот. Если вам тоже приятен этот процесс, у нас в топ-линках есть ссылочки, вот, вы вообще не промахнётесь, в любой зайдите, и они там будут. И если вдруг вы опоздаете, то мы там всего несколько дней ждём, потому что в конце первой недели уже идут мастер-майнды, и заходить на мастер-майнд, не посмотрев материал, не самая лучшая идея, как мы уже озвучили. И если вы хотите к Новому году успеть измениться, да, стать более осознанными, то в таком случае вам нужна и первая, и третья части. То есть я часто говорю, что вторая часть это уже такой факультатив для хай-левела, потому что мы там говорим про раскрепощённость, про сексуальность. Это, конечно, история про деньги тоже, но чтобы понять третий курс, она не обязательно. То есть вы можете взять первую часть, и вы поймёте, что делать на третью. Да, и у нас же ещё вышли ключи маникюра, там самые прикольные, когда девчонки пишут, что, ну блин, ну казалось бы, ну это же просто вообще микроскопическая часть организма. Как? Как только инфы? И вот там девчонки нас тоже экспериментируют и говорят, просто они в щёке. И все ржут над тем, что мы рассказали про френч. Да. Короче, френч это вообще не то, что вы думаете, да, это я обожаю эту часть. Будьте внимательны к френчу, точнее осторожно с френчем. Вот, такой неоднозначный инструмент. Поэтому всё, что вы хотите, вы можете найти всю дополнительную информацию на лендингах, если вдруг что-то мы технически вам не объяснили. Первого ноября для новичков, нет, первого ноября стартует третья часть, это заключительная часть, она с обратной связью. Если вы хотите на неё зайти, то вам нужно посмотреть, успеть первую часть. Вы можете их параллельно проходить, если хотите. Но обычно студенты нам пишут, что они открывают автокурс, там же всё запом выдается, вся информация недозирована. Вот, и вам первый курс, он открывается сразу весь целиком. Они говорят, мы просто все выходные, как сериал там из пяти сезонов посмотрели, и вот потом пересматривают, поэтому это можно сделать достаточно быстро. А ещё, кстати, вот это тоже эксперимент. Я сегодня надела свои новые серёжки, я сбылась со счёта, там уже, наверное, сообщение 50 о том, какие классные серёжки. Вот если бы вы базовые ключи смотрели, вам бы всё было понятно, почему они вызывают такую бурную реакцию. И вообще, сейчас у меня вот появилась идея по поводу всё-таки интерьеров и так далее. Я тебе сейчас позвоню, потому что, мне кажется, мы можем ещё один просто бомбический продукт сделать, логическое продолжение того, что мы с тобой делаем по ключам. Ну, короче, это нужно понимать, что всё в этом мире работает по этим законам. И это непридуманная вещь. Знаешь, я одно интервью давала, и люди там в комментариях написали, какая крутая фраза. Знаешь, по поводу какой фразы? Я там сказала, что типа я это не придумала, я это поняла. Вот. Короче, ключи, это не придумано, это просто мы поняли. Сначала поняла Рада, меня научила, я тут ничего не говорю. Я всё поняла, на практике поняла про коммуникацию. Я не придумала, я не скомпилировала из книжек, я просто поняла, что это так работает. То есть ты делаешь много экспериментов, и потом понимаешь, что работает, а что нет. То есть это исключительно практика, плюс умение анализировать. Так вот, мы это не придумали, мы это поняли. И это распространяется. на маникюр, на твою прическу, на твой макияж, на твою одежду, на твой интерьер, на тот фильтр, который ты выбираешь в Инстаграме, на те слова, которые ты употребляешь в посте и далее-далее по списку. Все то, из чего строится жизнь современного человека. 1 ноября ждем вас на потоке. Эфир сохраняем. На женщинах его тоже увидите. Любим, целуем, обнимаем. Давайте.